Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Российскую Федерацию. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Российской Федерации. Сообщает пресс-служба главы государства. В рамках визита состоялись встречи президента Абхазии в администрации президента России. В частности, с руководителем аппарата президента России Антоном Войно и его заместителем Дмитрием Козаком. Обсуждались актуальные вопросы в социально-экономической сфере. Также состоялась встреча Аслана Бжаня с Рашидом Нургалиевым. Президент и первый заместитель секретаря Совета Безопасности обсудили вопросы дальнейшего углубления российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности и экономики с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов. В ходе рабочего визита Аслан Бжаня посетил МИД России, где сделал запись в книге соболезнований в связи с террактом в Крокусе. Аслан Бжаня провел рабочее совещание с руководством администрации президента. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались меры по экономическому и социальному развитию районов, а также приоритетные направления в работе на второй квартал текущего года. Президент указал на важность обеспечения координации работы по всем направлениям. По итогам совещания Аслан Бжаня дал ряд конкретных поручений по решению социальных вопросов. 27 марта по инициативе властей на территории Международного аэропорта Сухум имени Ардзенба состоялась встреча первого вице-премьера министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба с жителями, близлежащих к аэропорту территории. О целях и итогах встречи первый вице-премьер рассказал Апстенпресс. Джансух Нанба проинформировал жителей села о планах по реконструкции и развитию аэропорта и его инфраструктуры. Также обсуждался перспективный план развития аэропорта, а именно второй этап, который предполагает расширение территории в южной части. По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что от пяти до шести жителей села подключаться к работе координационного штаба, который возглавляет вице-президент Бадрагунба. Министр подчеркнул, что информация о расширении территории аэропорта с целью строительства там каких-то объектов размещения, отдыхающих или апартаментов, не соответствует действительности. В Сухуме простились с профессором, академиком, доктором филологических наук, кавалером ордена Ахцапша первой степени Шоте Арста. Проводить видного абхазского ученого в последний путь пришли президент Асланбжаня, вице-президент Бадрагунба, члены правительства, депутаты, общественность, представители научного сообщества, студенты. Шоте Арста с 1958 года работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Одновременно преподавал в Сухумском государственном педагогическом институте. Ученую степень доктора филологических наук получил за диссертацию «Проблема простого предложения в абхазском языке». Он один из составителей карты Абхазии, член редколлегии девяти номеров ежегодника еберийско-кавказского языкознания, трудов Агу, известий. Шоте Арста награжден медалью ветерана труда, лауреат государственной премии имени Дизаря в области филологии. Ученый опубликовал более 40 научных работ, в том числе несколько монографий. Он является автором и соавтором учебников и учебных пособий по абхазскому языку для абхазских школ и вуза. Арста был первым президентом Академии наук Абхазии и первым абхазским ученым, которому присвоили золотую медаль Академии наук Абхазии. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Нового Афона. Возбуждено уголовное дело. Далее оперативная съемка МВД. Незаконно приобретенное хранимое наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя города Новый Афон Еланчиди Павла Васильевича 2002 года рождения. Гражданин был задержан в ходе оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции Мусера. При личном досмотре сотрудники уголовного розыска обнаружили у мужчины сверток с наркотическим средством Мефедрон. В отношении гражданина Еланчиди по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 УК Республики, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит следственная группа Вудаутского РУВД. В ближайшее время Сухум и Дамаск подпишут рамочное соглашение о сотрудничестве. В столице Сирии состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Абхазии Мухаммеда Али и губернатора города Дамаска Мухаммеда Тарейка Акрешати. Стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области экономики, туризма и сферы обслуживания с целью достижения общих интересов обеих сторон. Посол Абхазии в Сирии Мухаммед Али также встретился с главой Центрального банка Сирии Мухаммедом Эссамом Хазмехом. В ходе встречи стороны обсудили развитие и продвижение торгово-экономического обмена между Сирией и Абхазией, а также необходимость проведения взаимных визитов специалистов по банковским вопросам, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. За счет собственных средств администрация Гагарского района ведет ремонтно-восстановительные работы общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также некоторых объектов социальной инфраструктуры. Так, по улице Абхазга в Гагре завершается строительство нового детского сада, который примет более 100 детей. На его строительство из местного бюджета выделили 58 миллионов рублей. Также параллельно ведутся работы и на набережной города, которая пострадала во время шторма осенью. Все подробности в материале Сарии Кварасхелия. Первым социальным институтом жизни ребенка является семья. Из общения с родными ребенок получает свои первые знания. Вторым социальным институтом жизни ребенка является детский сад. От того, в каких условиях будет развиваться ребенок, зависит его будущее. В Гагрском районе 6 дошкольных образовательных учреждений и более 800 детей. В городе работают два детских садика. Несмотря на это, в районе существует острый дефицит мест. Именно поэтому два года назад администрация Гагрского района приступила к реконструкции садика по улице Абхазга. В советское время здесь был большой восьмигруппный садик. К сожалению, часть данного садика удалось сохранить за государством. Было принято решение реконструировать имеющееся здание и пристроить к нему актовый зал и кухню для садика. Данный садик примет до 100 детей города Гагра. Строительство детского сада началось в мае прошлого года. На данный момент отделочные работы находятся на завершающей стадии. Идет частичная сборка мебели, а также ведутся работы по благоустройству территории. Проектом предусматривается устройство тротуарной плитки, устройство резинового покрытия для игровых зон, а также строительство еще двух уличных беседок. Все работы ведутся под контролем администрации Гагрского района. В отделе образования Гагрского района уже идет прием заявок детей. Открыт прием заявлений и для работников, воспитателей и нянечек. В новом детском саду планируют открыть четыре абхазские группы. На строительство дошкольного учреждения из местного бюджета выделили 58 миллионов рублей. В 2024 году администрация Гагрского района также планирует открыть несколько социальных объектов, которые были отремонтированы и построены за счет собственного бюджета. Это санэпидстанция в городе Гагра, это данный детский сад и спортзал в поселке Бзыпта. Масштабные работы ведутся по восстановлению прибрежной зоны, которой был нанесен существенный урон во время шторма в конце осени. Здесь уже завершили демонтаж тротуарной плитки. Следующий этап – установка столбов под перила и закладка коммуникации. Отдел архитектуры района уже подготовил проект набережной, который предусматривает восстановление ограждения, замену напольного покрытия, установку лавочек и новых столбов освещения. Также предусмотрено благоустройство сквера по улице Терешковой. Здесь будут располагаться различные зоны отдыха. Были заключены договоры по приобретению и доставке материалов непосредственно гранитного покрытия, которая будет на набережной лежать, перил ограждения, столбов освещения. По данным договорам заключены контракты на сумму уже 61,7 миллионов рублей. Сначала работ профинансировано было по данному проекту из местного бюджета 76 миллионов рублей. За счет собственных средств администрация Гагарского района ведет ремонтно-восстановительные работы общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также продолжает работы по ликвидации последствий стихии. Заместитель генерального директора по науке Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Акаба награжден Орденом Ахцапша Третьей степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Юрий Акаба удостоен высокой награды за многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие сельскохозяйственной науки и подготовку квалифицированных кадров. В результате непогоды 27 марта на 2010-м километре железнодорожного пути было смыто полотно вместе с подпорной стеной. Специалисты Абхазской железной дороги сразу выехали на место аварии и устранили ее последствия. О ходе работ нам рассказал начальник дистанции пути АЖД Одиссей-Ажива. Был выезд группы железнодорожников-путейцев. И определено, что без техники, без подсыпки щебня, подсыпки бутового камня мы не устраним ту проблему, которая произошла. То есть это у нас получается подпорная стена примерно на одном участке около 10 метров была смыта полностью вместе с железнодорожным полотном. То есть это провиз был железной дороги где-то около 10 метров. И второй участок подпорной стены метров, наверное, 6 было смыто. Также был уползен железнодорожного полотна, что привело к остановке всего движения по железной дороге, как грузового, так и пассажирского. Нами было предпринято погрузка и выгрузка бутового камня на место. То есть пришлось, так как железная дорога была закрыта, пришлось везти КАМАЗами. 66 КАМАЗов мы в итоге выгрузили. Это примерно около 500 кубов. С ночи где-то мы с 6 вечера до 5 утра были произведены работы. Полностью восстановлено, засыпано, подсыпано. Железная дорога на сегодняшний день открыта. Как грузовой, так и пассажирский поезда уже ходят. То есть дорогу открыли в течение, получается, 5-6 часов. Вышел очередной номер газеты Республика Абхазия. Как всегда, здесь много полезной и актуальной информации. На первой странице газеты опубликовано интервью Салмасханом Киут, руководителем отдела экспертизы госстандарта Абхазии, где он отвечает на вопрос, почему абхазскому бизнесу необходим знак качества. На второй странице газеты напечатана удивительная история семьи Авитсба, удочерившей девочку из блокадного Ленинграда в 1942 году. В этом номере только начало истории. А продолжение читательное идет в следующем издании Республики Абхазия. Газета уже в продаже, также доступна электронная версия. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 29 марта на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Камшукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин